Всем привет! Это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. И сегодня у нас Михаил Анисимов, представитель ICANN в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и, естественно, России. Миша, привет! Привет, Джора, очень рад тебя видеть. Взаимно. Я обычно беседу с коллегами, начинаю с вопроса о том, как ты вообще пришел в интернет, и в большой интернет, и в малый. С чего началось? Началось в 2010 году, когда я по приглашению своего хорошего друга пришел в свою первую интернет-компанию, это был регистратор R01. Пришел, тогда я занимался связями с общественностью, работой с прессой и корпоративными новостями, то есть по большей части писал тексты. После этого начался путь, сначала из одного регистратора в другой побольше, потом в регистратуру одну, потом в регистратуру центральную российскую, в Координационный Центр, собственно, и сейчас в ICANN. То есть это такой очень последовательный, логичный путь по траектории доменной, которая вот дошла до того момента, что мы имеем сейчас. Что для тебя домены, в принципе? Домены, домены — это что-то уже какая-то неотъемлемая часть жизни. Я хорошо помню момент запуска домены R&M в 2011 году. Вот они мне снились. Я очень хорошо помню этот эпизод, когда я во сне заполнял какие-то заявки, отправлял в какой-то центр. Настолько они были частью меня и настолько был погружен в эти все процессы, связанные с этим, что они стали уже чем-то вот бытовым, что находится постоянно с тобой. И, в общем-то, до сих пор так остается. Это какая-то постоянная часть жизни. Что-то любопытного, интересного, связанного как раз вот ты упомянул домен R&M с запуском домена R&M, либо какую-то историю этого домена. Можешь напомнить? Ну, мне повезло участвовать в нескольких событиях, значимых, как я считаю, как для российского интернета, так и для всего региона, и, может быть, для всего мира. До запуска домена R&M я встречал в регистраторе, будучи там, работа в поле, да, работа с клиентами, его продвижение. Затем я был пресс-секретарем фонда содействия развитию технологии инфраструктуры интернета, как раз в момент запуска доменов .Moskva и .Moskow. Это был еще один серьезный ланч, который должен был подсветить город Москву со всеми его интернет-ресурсами, со всем свойственным ему интернет-пространством в интернете. И это был очень изящный, красивый и хороший проект, который я с большим удовольствием вспоминаю. Ты сейчас работаешь представителем ICANN в регионе, а скажи, пожалуйста, вообще в нашем регионе у ICANN какие приоритеты, какие направления деятельности вообще считаются актуальными на сегодняшний день? Главная миссия ICANN и главная задача, которую он исполняет, это поддержание стабильной и безопасной работы интернета, особенно его технической инфраструктуры. ICANN не является регулятором, все его документы носят в основном рекомендательный характер, поэтому главная функция ICANN и главная задача, в том числе в регионе, это координация. Как в той знаменитой басне про лебедя, рака и щуку, ситуация, при которой разные не только страны, но и коммерческие компании, различные акторы, бизнесовые компании, компании, связанные с научными разработками, могут заниматься или предлагать какие-то решения, которые в разные стороны будут развивать глобальную сеть. Так вот, чтобы этого не происходило, чтобы он оставался единым, взаимно совместимым, стабильным и безопасным, ICANN и ведет свою основную деятельность. Дальше она делится уже на большое количество разных других подзадач, да, например, это задачи, связанные с безопасностью и стабильностью, например, это внедрение протокола DNSSEC, который обеспечивает надежность и уверенность человека в том, что он получает информацию из правильного источника и что информация, которая к нему пришла о доменном имени, является легитимной и работающей. Это очень большой блок работы, связанный с универсальным принятием, поскольку есть мнение о том, что следующий миллиард жителей, который будет подключен к интернету, будет в основном из стран не англоязычных, то работы, связанные с внедрением локальных языков, самых разных локальных языков в интерфейсе, а домен — это часть интерфейса, самая распространенная, да, это первое, что мы видим и что мы узнаем о сайте, даже еще не зайдя туда, является очень важным и мы в этом плане очень тесно сотрудничаем со всеми региональными организациями, в том числе с Координационным центром, у которого особая в этом роль, о которой я, наверное, еще скажу, может быть, чуть-чуть попозже. И это, конечно же, развитие различных политик, политик управления доменами, политик управления интернетом, участие в, даже не участие, а поддержание этого постоянного диалога для того, чтобы абсолютно все стороны были услышаны и могли так или иначе быть уверены, что их мнение учтется. А вот управление интернетом, да, какая вообще роль и что конкретно ICAN делает в том самом пресловутом интернет-гавернанс? Управление интернетом — это крайне занятная область человеческого знания по существу. Здесь не должно смущать никого слово «управление». Это ни в коем случае не работа с рычажками, кнопочками или каким-то другим регулирующим аппаратом, как мы обычно себе представляем при этом, когда слышим это словосочетание. Управление интернетом — это постоянная дискуссия, это диалог, в котором триалог, квадролог и так далее, да, в котором участвуют разные стороны — государство, бизнес, академическое сообщество, научное, гражданское общество — для того, чтобы быть уверенным, что их интересы учтут. Так вот, у ICAN, поскольку это техническая организация с очень конкретным направлением деятельности, здесь весьма специфичная роль. Мы называем ее «Техническое управление интернетом». Это понятие, кстати, было представлено совсем недавно, оно было представлено в декабре 2020 года на глобальном форуме управления интернетом, который проходил виртуально в польском Катовице. И то, на чем мы делаем основной фокус, это на исследовании и поддержании дискуссий вокруг вопросов, связанных с тем, как интернет работает технически, как работает его инфраструктурная составляющая, связанная в особенности системы адресации. Вот это и есть управление интернетом, и в этом мы видим свою роль, небольшую роль в этом огромнейшем поле деятельности, наверное, всего человечества. Хорошо. А как ICAN взаимодействует с Координационным центром национального домена в России? Координационный центр — это, в принципе, один из самых активных игроков в нашем регионе, и точно один из ключевых партнеров ICAN в России. Такого количества контактов с Координационным центром в России у ICAN больше нет ни с кем, и это вполне заслуженно. Дело в том, что Координационный центр ведет и отвечает за те направления, которые входят в деятельность ICAN, но на отдельно взятой территории. И даже здесь можно говорить не только о стране, да, потому что экспертизы Координационного центра распространяются уже гораздо шире. Это видно по региональным мероприятиям, которые проводятся. Например, знаменитая конференция TLDKON, которая проводится во всех странах региона и несет свою экспертизу и возможность диалога для разных участников. Поэтому направлений работы очень много, и они касаются, в принципе, всех тех, которые я перечислил. Координационный центр занимается, например, организацией Российского форума по управлению интернетом, которым ICAN крайне заинтересована как в крупнейшем мероприятии такого рода во всем регионе. Координационный центр ведет огромнейшую работу по универсальному принятию и связанным вопросом. Я знаю, что сотрудники Координационного центра фактически председательствуют в группе, которая занимается координацией локальных инициатив в регионе, между странами России, Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Азербайджана и других стран, где есть домены на национальных языках. Координационный центр обладает гигантской экспертизой в области информационной безопасности, в области конфигурации инфраструктуры. И этот опыт крайне полезен как ICAN, как организации, так и всему тому сообществу, которое вокруг организации образовалось. Не только на региональном, но и на всем мировом уровне. Все эти направления крайне важны для нас, и поэтому Координационный центр очень заслуженно на протяжении многих лет является одним из наших ключевых партнеров. Скажи, пожалуйста, вот такой ключевой партнер, как Координационный центр, достаточно такая весомая, большая регистратура доменов, хоть и пусть и национальная, но очень заметная во всем мире. Потому что просто много, большая страна, много доменов, большая регистратура. Скажи, пожалуйста, а насколько вот вес регистратуры влияет на принятие решений в ICAN? Ну, скажем так, прямой зависимости, конечно, здесь нету, потому что сообщество ICAN, в котором участвуют страновые регистратуры, это разговор равных с равным, это обязательное условие для того, чтобы избежать какого-то рода дедовщины, но здесь есть неявные зависимости. Дело в том, что размер регистратуры, ее возраст и то количество проектов, которые она ведет, определяют ее опыт, определяют опыт и величину ее экспертизы. И тут уже на практике становится понятно, что если какая-то регистратура обладает большой экспертизой, большим опытом сравнительно с какими-то другими, например, страновыми организациями, то она очень закономерна и естественным образом, не по документам, а естественным образом, становится законодателем мод в каких-то вопросах. И в этом плане у Координационного центра очень хорошие позиции. В сообществе Айкен. Скажи, пожалуйста, насколько вообще в Айкене сильно наше русское лобби? Я хочу привести пример. В международных организациях доменных, как Центр, как Айкен, так и сообщество Азиатских регистратур, очень много бывших сотрудников, как и Координационного центра, так и в принципе русскоязычных сотрудников и людей, всю жизнь проработавших так или иначе в интернет-отрасли российской. Скажи, пожалуйста, вот с этой стороны какое-то влияние есть? Ну, скажем так, слово лобби здесь, наверное, не очень подходящее, потому что Айкен не является регулятором в прямом смысле этого слова. Айкен, как я уже сказал, это все-таки площадка, на которой совместными усилиями, в том числе в первую очередь усилиями комьюнити, а не организации, Айкен, сообщества, вырабатываются какие-то политики, предложения, практики, которые дальше распространяются и предлагаются как рекомендательные в первую очередь. То, что в Айкен и сообществе, и организации работают выходцы из Координационного центра и из других российских, в том числе, интернет-организаций, вопрос вполне себе закономерный. Это следствие той самой экспертизы, о которой мы говорили минуту назад. Что касается лоббирования, повторюсь, это, наверное, не тот угол, с которого можно на эту ситуацию смотреть, просто потому, что они работают, они работают, что называется, for greater good, да, они работают для всего общего блага. И в команде с другими специалистами, которые есть в этом. Безусловно, интернет – это величайшее планетарное достижение человечества, они работают для его развития. Почему? Трудно сказать, что здесь преследуются интересы какого-то государства, национальности или конкретного сообщества. Это совместная работа высоких профессионалов в хорошей, слаженной команде. Спасибо. Ты немножко предвосхитил мой следующий вопрос по поводу планетарности интернета. Ты уже сказал, что интернет планетарен. А как же Рунет? Рунет. Рунет является его постоянной частью, логичной, очень органичной, большой частью. Я хорошо помню выступление, например, Сергея Владимировича Кириенко на Российском форуме по управлению интернетом 2019 года, когда он в свою вступительную речь прямо сказал, что российский интернет является неотъемлемой частью интернета глобального. И наша работа с российскими интернет-организациями, в том числе с Координационным центром, это показывает, потому что, доказывает даже, да, я бы сказал, да, потому что техническая инфраструктура, технические протоколы, стандарты, по которым мы работаем, едины. И, как сказала на Российском форуме по управлению интернетом уже этого года наш вице-президент, который выступал на секции по управлению интернетом, вот это вот использование единых протоколов и единого пространства, это главное условие, которое позволило интернету достичь феноменальных результатов за последние 40 лет. Интернет, российский интернет, его российская часть, скажем так, сыграл в этом немалую роль, и я очень надеюсь, что будет продолжать эту роль играть. Побудем немножко футуристами. Я со всеми коллегами веду такой разговор. Представь, что мы оказались в 2031 году. Не так уж далеко. Общаем, да, записываем видеоинтервью, приуроченное к 30-летию Координационного центра. Скажи мне, пожалуйста, какой интернет нас окружает? Будет ли вообще как таковое понятие интернет, либо это что-то будет более обширное и развитое? Сохранится ли вообще слово интернет? Или оно будет заменено массой других разнообразных слов, обозначающих сервисы? Вообще, какое оно будет, это будущее? Я очень люблю фантастику. Я очень с большим удовольствием читаю те описания красивого будущего, которые обычно там встречаются. Но показатель успеха любой технологии – это тот факт, что она становится скучной, к сожалению. Поэтому я думаю, что само слово «интернет», оно, конечно же, останется. И явление останется и будет развиваться, безусловно. Но оно будет занимать чуть меньше внимания. Его ждет судьба электричества. Оно уже его постигло, да. Мы не задумываемся о том, чтобы выйти в интернет. Мы постоянно в нем, потому что при помощи интернета работают светофоры, датчики электричества, счетчики, энергетические какие-то установки, транспорт, автомобили к нему сейчас привязаны, станки и прочее, прочее. Мы даже этого не замечаем. Мы даже не знаем порой этого. И это будет принимать все больше и больше масштабы. Если сто лет назад люди с большим пиететом говорили, что я позвоню по телефону, и писали телефон с большой буквы, то сейчас мы даже не задумываемся, например, о том, чтобы что-то сделать. Это какая-то естественная часть, уже рефлекторная часть нашей какой-то обычной повседневной практики. Так вот, в этом направлении интернет-развиваться и будет. Мы будем видеть его всеобъемлющиесть, его глубокое проликновение вообще во все сферы жизни, которые, может быть, сейчас еще не охвачены, хотя, по-моему, таких уже не осталось. И как показатель его успеха, феноменального успеха, некоторую скуку, которую мы будем встречать в разговорах о нем. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, вот в этом году мы отмечаем 20-летие Гарнационного центра. В прошлом году мы отмечали 10-летие домена РФ. И, в общем-то, в следующем году будут тоже юбилеи. У нас какая-то просто череда разнообразных юбилей. Скажи, пожалуйста, вот когда какие-то отраслевые события, конференции и прочие мероприятия приурочиваются к юбилеям, а не идут рутиной, насколько это подстегивает интерес к этим мероприятиям? Скажем так, я бы поменял здесь причину и следствие. Я бы сказал, что как раз организация конференции или организация какого-то ивента в день какого-то юбилея позволяет нам, наоборот, вспомнить об этом юбилее больше, чем использовать юбилей для привлечения внимания конференции. Поскольку это такая значимая часть очень славной истории и российского интернета, и российского... Работы российских ученых, инженеров, тех людей, которые очень много усилий приложили к тому, чтобы привести к тем результатам, которые мы сейчас имеем, фантастическим результатам. Это отличная практика, которая просто позволяет напомнить нам о том, как эти все события развивались когда-то давно на заре российского интернета. Твои пожелания к Координационному центру в год 20-летия? Координационный центр, как я уже сказал, это один из ключевых партнеров наших, надежных партнеров, очень обладающих какой-то феноменальной экспертизой по самым разному количеству вопросов, отвечающих за крайне важные сферы нашей жизни. И что бы я хотел пожелать ему, так это, во-первых, эту экспертизу сохранять и приумножать, продолжать развивать эти проекты, которыми он занимается, и открывать новые. Ну а также в духе основной миссии ICANN, которая занимается стабильностью и безопасной работой интернета, я желаю ему стабильной и безопасной работы многие-многие годы. Спасибо большое, Михаил. Будем рады с тобой повстречаться вновь и вновь. Спасибо большое, мне было очень приятно. Спасибо.